всем привет у меня сегодня для вас дорогие друзья очень классный и быстрый рецептик это финский блинный рулет вот такой красивый он у меня получился начинка конечно может быть разной но у меня сегодня здесь вишневое варенье и творожный крем а теперь рецепт и приготовление для теста мне понадобится 3 яйца сахар 3 столовые ложки соль пол чайной ложечки молоко 500 миллилитров мука 200 грамм растопленное сливочное масло 40 грамм в первую очередь разбиваем в чашу 3 яйца добавляем к яйцам пол чайной ложки соли и 3 столовые ложки сахара начинаем все взбивать с помощью миксера взбиваем до побеления массы и увеличения в объеме вот до такой консистенции при дальнейшем взбивании добавляем 500 миллилитров молока и 40 грамм растопленного сливочного масла в последнюю очередь добавляем 200 грамм муки два приема и все хорошо перемешиваем наше тесто готово дадим ему 10 минут постоять всем временем смазываем пекарскую бумагу двумя столовыми ложками подсолнечного масла чтобы наше готовое тесто хорошо отходило от бумаги прошло 10 минут выливаем на противень наше тесто и распределяем его равномерно выпекать будем при температуре 230 градусов 20 минут а вы смотрите на вашу духовку если корж поднялся и зарумянился то он готов посмотрите как красиво он поднимается мой блин вот такой необычной формы готов он выпекался у меня 20 минут вот такой красивый и румяный он у меня получился для крема мне понадобится творожный сыр 300 грамм сливки жирностью 30 процентов 400 грамм сахарная пудра 60 грамм экстракт ванили 1 чайная ложечка и вишневое варенье в первую очередь переливаем в чашу 400 грамм холодных сливок начинаем взбивать сливки сначала на малых оборотов миксера постепенно добавляя скорость добавляем к сливкам 60 грамм сахарной пудры в два приема добавляем во взбитые сливки одну чайную ложечку экстракта ванили и все хорошо перемешиваем затем добавляем 300 грамм творожного сыра и перемешиваем до однородной плотной массы вот такой крем у нас получился смазываем наш остывший корж вишневым вареньем вы можете использовать любое другое варенье по вашему вкусу затем выкладываем наш крем и распределяем его по коржу вы можете использовать ваш любимый крем теперь скручиваем наш рулет видите как легко он отходит от бумаги после этого поставим его в холодильник на 2-3 часа у меня остался крем и я решила украсить наш рулет с помощью вот такой насадки и кондитерского мешка буду отсаживать цветочки на рулет перекладываю крем в кондитерский мешок вот так украшаем наш блинный рулет наш рулет готов он получился такой воздушный и очень вкусный приготовим кружечку ароматного кофе и будем пробовать наш рулет вот это был рецепт финского блинного рулета если вам понравился рецепт и видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал еще будет много интересного и вкусненького пока